Это новая RS Q8, и я правда не понимаю, как в концерне VAG допустили то, что она обгоняет Lamborghini Urus. А еще, похоже, это плоть от плоти Cayenne Turbo, только дешевле, но это не точно нужно проверять. И желательно там, где в декабре все еще тепло и ровные дороги. Итак, де-факто Африка, де юре Испания, Канары, остров Тенерифе. Сегодня мы проверим, подтвердит ли эта RS-ка свои 3.8 до 100 и осталось ли в ней хоть немного комфорта от обычной Q8. Выясним, действительно ли она едет лучше, чем Cayenne Turbo и чем уступает Urus. Ну и традиционно, чисто для галочки, ну вы поняли. Как и предполагалось, на сегодня RS Q8 самый дорогой и самый мощный кроссовер бренда Audi за всю историю. Ну и на данный момент, как вы знаете, это официально самый быстрый серийный кроссовер на Нюрнбург Приме. Заметно ли это внешне? О да! Но только в том случае, если доплатить сверху цену, скажем, базовой А4. Карбон, карбон, карбон и диски. Просто огромные 23-е диски с гигантскими суппортами дорогущих керамических тормозов. И сколько бы они не стоили как опция, без них вы никак не получите увеличение лимита скорости до тех заветных 305 км в час, о которых давно говорят. Без них какие-то 250 км в час и согласитесь, ведь это все логично. Внушительный спойлер, расширенные щели впуска под капотом, ну и, конечно же, бампера в последних традициях РС. А еще в списке опций значатся особые РС-фары и фонари, хоть они все еще и без лазера. Хотя как особые. На вид они здесь такие же, как в обычной Q8, но разве что научили их более дерзко перемигивать диодами. Ну, как дерзко? В обычной версии при закрывании машины они бегут внутрь, а здесь наружу. Ну, в общем, вы поняли. РС-фары. Кстати, как и Ламбу, эту РС-ку можно кастомизировать под себя. Не хотите карбон, можно взять блэк-пакет. Не хотите блэк, может быть, алюминий. Ну, или если вы госчиновник, можете вообще заказать зеркала в цвет кузова, взять базовые 22-ые диски и ездить как простой нищеброд на обычной Q8. Хотя нет. Вот эти как никогда честные для Ауди выхлопные патрубки никак не спрячешь. Они настолько огромные, что однажды во время долгой стоянки здесь даже может кто-то поселиться. По внешности у нас все. И пришло время определиться, кто из конкурентов нам с вами нравится больше. Голосуем прямо здесь в видео и сразу видим результат. Итак, РС-ка, Каен Купе Турбо, Х6М, ГЛЕ 63, ну или УРУС, конечно же. А теперь важный момент. Год назад мы детально разбирали обычную Q8. Обсуждали и интерьер, и мультимедийку, и подруливание задними колесами, и активный стабилизатор, и привод, и коробку. Рассказывали, как она едет и почему не едет. И даже со всеми конкурентами подробно сравнивали. Ссылка на обзор в описании к видео, обязательно гляньте, потому что сейчас мы не будем повторяться. Ну и еще можете посмотреть наши обзоры нового ГЛЕ, X5 и Каен Купе Турбо, ссылки там же в описании. Да и в принципе, если вы еще не подписаны на наш канал, то можете подписаться и включить уведомления, чтобы впредь не пропускать, ничего важного. И теперь самое интересное. Да, конечно, мы знали, что сюда поставят 4-литровый B-Turbo V8, разработанный Porsche. Но, скажу честно, до последнего момента мы не верили, что здесь он будет мощнее, чем в Porsche. Да, у RS Q8 на 50 лошадей больше, чем у Каена Турбо. 600 сил против 550 и 800 ньютонов против 770. В итоге разгон до сотни у Audi на пару долей секунды лучше. Но вы скажете, ведь есть Каен Купе Турбо С и там 680 сил и 900 ньютонов. Да, есть, но он гибридный и это уже совсем другая история. К тому же до сотни он едет ровно так же, как наша Audi за 3,8. И вот это мне сейчас просто взрывает мозг. Audi мощнее, Audi вроде как быстрее. При всем этом, в конце концов, Audi еще и дешевле. Если за хорошо укомплектованный Каен Турбо у нас просят до 200 тысяч евро, то не исключено, что RS Q8 вложится в 160. Да, в Audi уже давно представили 600-сильные версии Поршевского мотора на RS6 и RS7. Но это не то же самое, ведь, согласитесь, ни шестерка, ни семерка напрямую не конкурируют с моделями Порше. А вот Q8... Кто-то из вас возразит, ой, перестаньте, Порше это всегда Порше. Нет, перестаньте вы. Да, я согласен, Порше это всегда Порше, но в то же время Каен никогда не был на 100% настоящим Порше. И кто бы что ни говорил, и Q8, и Урус, и Каен, и даже Бентайга, это всего лишь люкс-версия Туарега. И кто из них, когда окажется круче, уже давно решают не инженеры, а маркетологи концерна ВАГ. И поверьте, именно они решили, что рекорд Нурбургринга сегодня побьет Audi, а не Порше и не Ламборгини с теми же технологиями. То есть лучшее время Audi действительно означает, что она быстрее, чем прошлый рекордсмен GLC 63 МГ. Но абсолютно не исключает того, что лишь по решению концерна быстрее Мерса мог бы оказаться Урус. Особенно с учетом большей еще на 50 лошадей и 50 ньютонов продуктивности. Но Ламба и так хорошо покупают, благодаря истории, логотипу и рекордам Хуракана. А вот новинке от Audi такой засвет явно не помешает. Фух, выговорился. И теперь вы в теме, а где-то в Ингольштадте, Штутгарте и Вольфсбурге всплакнула пара маркетологов. Ну и помимо этого, мне удалось выяснить для вас пару технических моментов. Двигатель RS Q8 так и немного отличается от RS6 и RS7. У него более крупные и выносливые турбины. И еще, почему все-таки Q8 не раскачали до урусовских 650 сил? Оказывается, дело в экостандартах, которые еще больше ужесточились после выхода Уруса. И в итоге на Audi даже с бензиновым мотором в выхлопе стоит сажевый фильтр. Он и выступает здесь ограничителем. И вроде как именно из-за него RS не смогла показать те заветные 3,6 секунды. Несмотря на то, что в остальном технически эти автомобили чуть ли не идентичны. Ну и традиционно замеряем, за сколько оно все-таки разгонится в реальных условиях. И знаете, сегодня условия у нас очень даже правильные в пользу Audi. У нас хорошая температура плюс 13. У нас нормальная высота над уровнем моря. Если понимаете о чем я и помните наш тест GLS от 1100 метров. У нас правильные максимальные диски. Но единственное, мы не знаем ничего о топливе в баке. Но я думаю, что если сейчас проедем 4.2, будет очень неплохо. Итак, конечно же, RS2. Что интересно, здесь как раз на приборке есть возможность установить замер 0.100, 0.200, четверть мили и даже 1.8. Мы сейчас сможем узнать, насколько честны Audi со своими клиентами. Мы сверим то, что покажет V-Box и то, что покажет Audi. Здесь есть лаунж-контроль. Для этого просто достаточно перейти в RS2 режим. Но на самом деле это настраиваемый режим. И это просто максимальные настройки. Выключаем климат-контроль. Выключаем музыку. Спорт-режим коробки. Две педали. Ждем пару секунд. И вот он в лампе. Есть результат. Ну, чтобы заинтриговать вас, я скажу, что внутренний прибор Audi немножечко привирает. На 0.15 секунды в итоге машина показала 3.8, наш прибор показал 3.95. Разница все время такая. Мы ездили несколько раз. И как для Audi я считаю, что это очень честно, если вы понимаете, о чем я. И невероятно то, что подтвердились цифры. Да, здесь не совсем ровная дорога. Чуть-чуть немножко идет спуск, потом чуть-чуть подъем. В среднем, я думаю, что все нормально. И есть еще небольшая поправочка. У нас практически полный баг. Короче, впервые я говорю Audi. Браво. О, браво. Как-то так. Поехали дальше. 0.200 за 14 секунд. На 0.3 получилось дольше, чем обещали. Ну, это очень круто. Интерьер этой Audi что-то среднее между чрезмерной цыганщиной и Ламборгини и скучноватым аскетизмом Каена. Кроме контрастной строчки, карбона и алькантары, от обычной Q8 его отличает руль в стиле RS и традиционные ковшеобразные сидения. Хотя нет, практически такие же кресла уже можно официально заказать и в обычную Q8. Ну, и не совсем официально себе домой или в офис. И да, я хочу очередной раз напомнить о нашем проекте Carbo. Вдохновившись идеей сидеть в офисе так же комфортно, как в любимых авто, мы создали коллекцию эксклюзивных офисных кресел на базе настоящих автомобильных. Электрорегулировки, подогрев, вентиляция и даже массаж. Все это работает от встроенного аккумулятора, а лучшая европейская фурнитура делает эти кресла не только изящными, но и долговечными. Кресло Carbo – лучший подарок для тех, у кого, казалось бы, уже есть все. Модели и цены на сайте Carbo.com.ua. И еще одна новая фишка для последних RS – кнопка вызова спортивного режима прямо на руле. И сейчас это своего рода тренд в этом горячем классе. Такие же кнопки есть уже и в Мерседесах АМГ, и в Мках от БМВ, ну и, конечно же, уже давно стоят в Порше. И знаете, это реально приятно, потому что от спонтанного решения до результата у вас всего одно нажатие. Итак, что мы имеем? Дневматика уже в базе с возможностью менять клиренс, подруливание всеми четырьмя колесами, электромеханический стабилизатор и поперечной устойчивости, механический дифференциал по центру, управляемый спортивный дифференциал в задней оси и, в конце концов, действительно крутые тормоза. То, что все это позволяет машине божественно, как для кроссовера, наваливать даже по таким вот серпантинам, вас вряд ли удивит. Я думаю, мало кто сомневался, что РС-ка будет ехать спортивно. Меня же больше интересовало другое, и, кажется, теперь я понял предназначение именно этой модели в линейке ВАГО. В последнее время продавцы BMW и Mercedes в салонах стали все чаще убеждать своих клиентов в том, что их конкурент Cayenne Turbo хоть и хорошо едет, но при этом излишне жесткий, громкий и утомительный. Слишком спортивный, скажем так. Мол, зачем вам все это на каждый день? Сами же баварцы в своих последних X5 и X6 явно пересмотрели приоритеты и отступили в сторону комфорта. В том числе и в M-версиях. Ну а Mercedes в этом плане себя особо никогда и не изменял, лишь усиливая имидж самого комфортного бренда в большой немецкой тройке с каждым новым поколением своих моделей. Не исключая и ультимативные когда-то 63-е. RSQ8 несомненно ответ ВАГО прежде всего Mercedes. Она просто невероятно комфортная, как для автомобиля, который бьет спортивные рекорды. Да, может и не стоит на наших дорогах брать 23-е колеса, но сама по себе подвеска даже в спорте не кажется слишком зажатой или жесткой. А иногда она вообще как будто плывет, незаметно глотая большие наплывы даже на высокой скорости. Судя по всему, эту RS-ку никто не решился облегчать за счет шума и виброизоляции, как Lamborghini. И я думаю, результат оценят многие. Высокая скорость предательски не ощущается. Да и в общем здесь нет ни одного слишком резкого перекоса в сторону спорта, который бы утомлял или раздражал, когда хочешь ехать спокойно. Хотя еще недавно и RS-ки этим грешили. Ну, разве что, если не считать руля из Алькантары в нашей комплектации, с которым лично я бы предпочел общаться в перчатках. Если вы понимаете, о чем я. И в то же время всего того, за что покупаешь такой автомобиль, здесь предостаточно. И дерзких пинковок, переключения передач в спорт режиме, и держака в поворотах, и реакции на газ, и информативности на руле, и, конечно же, тормозок. Хотя нет. Кое-чего мне здесь для полного счастья все же не хватает. Выхлоп. Последние европейские стандарты еще жестче ограничили шум автомобиля снаружи. И в Ауди, как и у конкурентов, за самые сочные нотки отвечают, конечно же, динамики. Да, это удобно. Шум можно максимально снизить в настройках, а можно и поднять, когда хочется. Так вот, даже в РС-режиме какого-то запала здесь как-то маловато. И лично мне хотелось бы большего. Для сравнения, Каен с тем же мотором звучит агрессивней. Урус тем более. Но я думаю, что так и должно было быть. И такой и был план. Маркетолог. Хотя со стороны это уже, наверное, похоже на придирки. Я понимаю. Но что еще остается делать, когда боишься перехвалить автомобиль, который тебе так нравится и который, похоже, вполне мог бы стать автомобилем мечты? Ну, по крайней мере, моей мечты. Хотя учитывайте, что я еще не поездил на новом 63-м ГЛЕ и X6M. И если религия не позволяет мне влюбиться в BMW, то у Мерседеса, как вы понимаете, есть все шансы. Ну, посмотрим. Посмотрим вместе уже скоро. Поэтому подписывайтесь. Дальше больше. Ой, мы же вам еще обещали оффроад. И дело даже не в том, что здесь, в заповедниках Тенерифа, с этим проблема. А скорее в том, что мы просто побаиваемся поймать камушек в керамику за 10 тысяч евро. Но давайте как-нибудь аккуратненько. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!